привет друзья и подписчики моего канала вас приветствует ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы я никуда не пропала я приехала с города и представлять какой мне сюрприз с утра пораньше ждал начала вся опорос свиноматки вот такой сюрприз меня ждал с утра ждала я опороса 18 числа в это время я была как раз таки в отъезде в отпуске так сказать в городе у себя на родине но в общем звонила конечно каждый час на я расспрашивала как там свиноматка думала она родит срок она меня дождалась я вчера прибыла сегодня утром вот такой сюрприз когда возвращалась домой ну и вообще когда пребывала так сказать в городе все думала о чем мне снять видео что я вам расскажу когда приеду ну и в итоге видите новость началась с хорошей новости у нас опорос и в общем то не знаю так так это волнительно всегда это свиноматка у нас ландра крупно белый покрытая дюрком нашим производителем домашним но белый цвет очень доминантные поросята белые пока рождаются возможно кто-нибудь вылезет пятнистый я не только соскучилась по своим зрителям но я соскучилась по своим детям по своему мужу по своей скотинке все-таки в гостях хорошо дома лучше сейчас все животные линяют вчера лошадь чистили все прям в волосях ее были с ног до головы коровы смотрю тоже линяют волос длинные сбрасывают у нас тепло у нас плюс 2 бабочка 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 кто тебя даю а где была хозяйка все коровки чистенькие за всеми муж успел присмотреть не покрыли мы пока только халву ой черника черника любовь моя что же ты так на меня смотришь аж глаза выпрыгивают приехала приехала до приеда как я без вас жила то ой ой какие хорошие морды какие хорошие морды мои девчонки печенки такие на самом деле ребят столько хороших новостей меня прям переполняет это радость невозможная может быть даже на весенние связано с тем что же все весна идет зима отходит на задний план и вернулась домой как я уже говорила вчера буквально и свиноматка поросится коровки доятся все так прекрасно на самом деле все нам мы решили что на ночь мы будем давать эту солому утром мы будем давать зеленую травку петра в общем дяденька у дяденьки не проснулась совесть не после звонков участкового не после чего вот а я посчитала что мои нервы нам дороже вот и поэтому оставили все как есть вот за неделю уже два тюка этого этой болотной травы уже съели наши коровы так что я думаю все очень быстро это решится с ним и головная боль моя пройдет ну знаете честно говоря было бы чего расстраиваться слава богу за все сейчас я вам бы хотела немножко рассказать про свою поездку вообще почему я решила поехать уехать из дома родного но мне придется делать свои дела обыденные утром и наверно в процессе как раз таки буду повествовать девчульки мои девчульки пойдем пойдем как вы знаете здесь недавно совершенно объявляла продажу наших животных некоторых и вот в том числе беллу беллу забрали вдойную мою козу очень хорошие многодетные им большой им большой привет от нас сожалению я в это время как раз была в москве вот поэтому гостей я не встречала сейчас у меня значит на подходе джульетта должна катиться вот-вот уже вымечка налила после нее должна катиться карамель вообще не похоже что она беременна а уже после всех молодок должна окатиться до индиана диана тоже носит детеныша моя хорошая козюлечка но ей еще до мая ходить животик округлился мы еще пока ждем рыженькие поросятки ждут своих хозяев 1 марта и будут забирать из нашего хозяйства они уже прилично подросли еще больше подросли округлились живут тут с мамашкой мамашку всю полностью высосали вон какая худая ходит но ничего у нее аппетит хороший я думаю быстро догонит свой вес хотели мы также продать свою кудряшку но пока не нашлись ее новые мама и папа поэтому кудряшка барселона козочка маленькая в продаже остаются крайнем случае останутся у нас в хозяйстве в принципе ничего не теряем вон какая здоровая уже телуха с бычками у меня тут тоже была история долгая длинная которая вам немножко попозже повествую сейчас слава богу все в порядке все хорошо оба живы здоровы кушают прекрасно но пришлось мне много чего перенестись с их приездом точнее после их приезда не все так просто как кажется и рано я радовалась хотя знаете как бы без радости жить тоже не интересно следующий пошел вот так все легко и просто и все беленькие попробуй кому-нибудь скажи что их папа дюрок не поверят даже ни одного пятнышка нет а зато какие поросятки крупненькие хорошенькие как без радости когда столько радости приносит эта работа с животными она тяжелая мы уже тысячу раз говорили что тяжело доить коров тяжело поить кормить содержать да и не только коров вообще любое животное требует огромной ответственности подхода умений знаний но вы знаете столько эмоций я наверно за свою жизнь не проживала сколько за эти четыре с половиной года что живу в селе в деревне и даю своих любимых коров приезжать в город у меня получается где-то раз в год максимум два момента когда я была там последний раз мне там живет мама мама привет поэтому мне хочется ее иногда навещать хотя она и там приезжает конечно частенько но именно для того чтобы ощутить весь спектр своего счастья в селе и в таки самой съездить в город и понять это эта поездка была замечательной прекрасная встретилась со всеми своими кумовьями грёстными моих детей с крестниками повидалась и пообщалась со своими самыми самыми близкими и родными людьми поиска была кратковременной пятидневной но мне этого достаточно было для того чтобы соскучиться и вернуться но самое было наверное незабываемое это чувство которое испытала когда приехала туда и пару дней прошло я оглянулась посмотрела как люди живут люди живут конечно в городах скудно не обижайтесь на меня ради бога но это ограниченность она так чувствуется она шкуры чувствуется уже мне потому что я это увидела своими собственными глазами я ощутила даже на себе эту жизнь как она однообразно как она ограничена по каким-то своим вот параметрам в то же время знаете не хочу обижать никого я понимаю что иногда просто нет выбора у человека и он не может допустим позволить себе выбраться в село да то есть он бы и рад он может быть смотрит даже мои видео скажут вот я тоже так хотела но в силу возраста там финансовых проблем еще каких-нибудь семейных он не может это сделать и тут я не хочу хвастаться вот я такая хорошая молодец выбралась деревню теперь теперь только так и только так а вообще для чего это все говорю да для того чтобы и себе и вам сказать что да я не хочу обратно и я ни капельки не жалею что мы перебрались в деревню что вообще произошло в этот приезд со мной с одной стороны произошло чувство радости и гордости другой стороны стало очень тоскливо тоскливо серо грустно потому что очень очень как-то город изменяет сознание людей и вбирает в себя так много эмоций так много счастья и радости которые мог бы испытывать человек живя на природе наблюдая животных наблюдая природу траву зелень может быть даже свой собственный огород и тут конечно знаете я услышала разговоры своих близких что деревня это не совсем то не совсем то чтобы они хотели потому что это навоз потому что это очень тяжелый каторжный труд я не стал конечно же спорить но мне стало немножко досадно и обидно потому что все что они перечисляли это как бы такая мелочь это но это фактически знаете это незначительный какой-то фактор который не влияет на твое собственное я и ты не чувствуешь себя в каком-то знаете в тюрьме как это чувствуют себя люди в городе там они замкнуты друг на друге они замкнуты в этих обстоятельствах они и могут только что ходить по дорогам или ездить по этим дорогам где много машин ходить по супермаркетам видеть эти высотки эти магазины рекламы приходить домой к телевизору в маленькую маленькую квартиру где очень тесно или выпустить ребенка на детскую площадку куда может прийти запросто собака или какая-нибудь там не знаю соседка не очень доброжелательная с другой стороны у меня также есть знакомы у которых есть своя собственность и частные дома и тоже все равно знаете находясь в городской черте я бы не сказала что у них прям такая воля вольница свобода свобода потому что у нас тут и соседи далеко и у нас фактически только одна соседка с одной стороны которую мы не видим не слышим очень редко пересекаемся с ней у нас здесь гораздо больше воли гораздо больше места и оказывается это так психологически благотворно влияет на человека когда он понимает что вот эти просторы это все его это это все не упирается взглядом ни в какой небоскреб или не в какой-то супермаркет и в то же время вот животные они дарят столько тепла столько здоровья столько какое-то эмоционального даже здоровья поэтому поэтому что уж говорить конечно в город меня не тянет я ни капельки не жалею о том что я уехала с детишками даже наоборот я этим очень сильно горжусь некоторые мои подписчики почему-то посчитали что я уже достаточно сильно устала и мне пора отдохнуть писали что оль тебе пора в отпуск ну как бы да правильно вы пишите да но хандры у меня не было слава богу просто очень много интенсивно работали очень много всяких перемен было в жизни и хороших в том числе и просто от такого эмоционального вот даже напряжение надо было немножко убежать ненадолго в принципе я не хочу сказать что это панацея для меня я могу отдыхать и другим способом но этот способ убежать в город и посмотреть как люди живут оказался очень эффективным я голопом бежала домой и с такой радостью начала опять доить коров убираться кормить их вот приняла порос точнее она еще пока у нас поросится но в общем принимая опорос и поэтому знаете это ничего не заменить это такой кайф это совсем другое другое измерение жизни более такое легкое свободное ты себе чувствуешь не рабом а трудягой потому что все-таки сельский труд он не рабский он крестьянский труд да то есть это труженики люди труженики на земле а в городах к сожалению как я видела это и вижу теперь воочию как бы да увидела ярко это что люди все-таки там определенном рабстве находятся и финансовом в том числе я еще конечно понимаю с какой стороны городские городские люди семейные люди они конечно волнуются за будучность своих детей и думают ну как вот я перееду сейчас в село что я буду делать с образованием с кружками и вообще как я буду развивать своих детей или ребенка как он дальнейшем будет учиться вот хочу рассеять ваши страхи и сомнения я думаю даже на нашем примере в принципе я думаю может быть и в процессе нашей жизни съемки нашей жизни в селе вы поймете что нет ничего здесь страшного так как все-таки село дает право выбора ребенку он видит другую жизнь в городе он ее не увидит понимаете то есть в городе да вы конечно его поведете в школу на кружок там я не знаю какие-то дополнительные занятия это все прекрасно это все здорово но он не узнает настоящей жизни жизни рядом с землей рядом с животными вообще не видит даже как это все тяжело добывается не оценит соответственно в нем чувство ответственности за это она просто не воспитается потому что она сама не появляется это нужно именно привить самого детства и я хочу сказать что мои дети очень талантливы я очень горжусь потому что они во многом преуспевают у них хорошие оценки в школе они занимают призовые места по соревнованиям в том числе они развиваются всесторонне самостоятельно этому помочь нет никаких проблем сейчас можно доехать куда угодно купить что угодно моя старшая дочка увлекается теперь еще и рисованием помимо кулинарии очень любит заниматься огородом мой средний сын увлекся кроликами сам мастерит клетку как только он из мастерит я вам обязательно ее покажу но это будет ноу-хау то есть ребенок в 13 лет мастерит клетку мне кажется это очень круто а вот старший сын у меня идет ну как бы учится по военной стези да то есть он себя видит в дальнейшем инженером военным и вы знаете я не вижу никаких преград для того чтобы развиваться живя даже в селе ну да конечно там ездить далеко но зато здесь как-то все правильный формируется психика формируется правильно у детей и да и у взрослых что там уже мелочиться взрослому человеку комфортнее находиться на своем участке в своем доме а не в квартире я понимаю конечно еще раз не у всех есть такая возможность да и даже не у всех есть такое желание в принципе и понятны это конечно это житейские наши и проблемы и особенности и обстоятельства но если вы все-таки задумываетесь о том что переехать не переехать есть какие-то страхи потянем не потянем смотрите мой канал обязательно ставьте лайки не забывайте очень буду рада и благодарна вам за них пишите свои комментарии а я с вами прощаюсь и до новых встреч пока пока удачи